В 50-многоэтажках Дагестана будет сделан капитальный ремонт в этом году. Только в Махачкале в рамках реализации краткосрочного плана уже ведутся работы в 17 жилых домах. Подробнее в сюжете Карины Баталовой. Этому дому номер 6 по улице Айвазовского почти полвека. За это время капитально он ни разу не ремонтировался. Крыша постоянно протекала и проносила массу неудобств жителям. Приходилось периодически покрывать ее смолой и рубероидом, пока дом не включили в краткосрочный план на 2019 год. Сейчас все такие довольные, а то каждый раз залезал, каждый себе эти мазуты, эти смолы заливали, а нам запах шло до первого этажа, когда солнце самое. А сейчас все такие довольные, радостные. Пенсионерка Патимат Абдулаева сетует. Из-за постоянно протекающей крыши часто проходило сделать ремонт в квартире. Кровлю периодически чинили специалисты из ЖКУ, но этого хватало ненадолго. Каждый раз все это заново, все это заново убрать надо. И обои, и все надо убрать. Потому что в пятом этаже там крыша керамзит, она тает и протекает по стене коричневая. Ахамдуля, так хорошо, сейчас лучше хорошо. Сейчас я могу потолок, ремонт делать. Общая стоимость выполненных работ составила более 8 миллионов рублей. В основном деньги пошли на ремонт кровли и создание сейсмопояса. Но дом также нуждается в обновлении фасада и подъездов. Для этого, по словам представителей фонда, необходимо, чтобы все жильцы оплачивали взносы. А пока в доме номер 6 сбор едва превышает 36%. Я обращаюсь к жителям не только данного дома, а ко всем жильцам, собственникам Махачкале, в целом и республике тоже. Если вы хотите, чтобы полноценный капитальный ремонт был, надо полноценно платить, а не 30 или 35%. И хотелось бы отметить, что новый глава города, Салман Дадай, именно вернул, были корректировки. Измененный проект краткосрочный на второй этап, он внес изменения. Те дома, которые слабо оплачивают, они не должны попадать. И само постановление о необходимости проведения капитального ремонта, так говорит, нам очень нравится его подход. И то, что все-таки люди, если хотят, чтобы дом в надлежащем образе выглядел, нужно платить. На сегодняшний день фонд капитального ремонта вынужден в принудительном порядке взыскивать к людей необходимые суммы. Лишь за этот год было подано 10 тысяч исковых заявлений на должников. Напомним, с 1 января 2019 года стоимость взноса составляет 5 рублей 67 копеек за квадратный метр.